Христос воскресе! 13 июня, прекрасный день, и сегодня на площадке русской иконописной школы мы с вами поговорим о мученике-философе Александрийском. То есть действительно у молодого человека имя было философ. Он пострадал за Христа в Александрии в гонении императора Декия, это 250-й год, например. И опять же, о нем мы знаем очень мало, буквально один абзац, который я немедленно зачитаю. Юношу принуждали отречься от Христа, но он оставался непоколебим. Тогда мучители решили склонить его ко греху. Святого привели в цветущий сад и связанного оставили наедине с распутной женщиной. Чтобы не поддаться греху, святой откусил себе язык и этой страшной болью оградил себя от плоской страсти. Он выплюнул окровавленный язык в лицо блудницы. Палачи, видя мужество и бесстрашие мученика, отрубили святому мечом голову. Это все, что мы знаем о мученике-философе Александрийском. Но, с другой стороны, действительно, вот образец того, как христианская решимость может и подсказать выход, пусть и несколько радикальный, из, в том числе, и, казалось бы, безвыходной ситуации. То есть, расчет-то был правильный, что если вы, христиане, гордитесь своей чистотой, если вы всячески уклоняетесь от греха, то давайте мы не будем вас жечь каленым железом, колесовать, пытать, бросать в негашенную известь. Ну, собственно, о мученичестве великомученика Георгия Поведоносца мы с вами говорили как раз вот в рамках этого же проекта. А что, если зайти с другого конца, что вот если будут принуждать совершить грех, да, что мы же не контролируем наше тело полностью, и что может быть логичнее, да, цветущий сад, уже проинструктированная профессиональная работница сферы пониженной социальной ответственности, и вот молодые христиане. Ну, вот мучник-философ Александрийский нашел способ устоять. И это, опять же, повод поразмышлять о том, насколько мы с вами подвязались в борьбе со грехом. Как тот же апостол Павел пишет, но вы ведь еще не до крови подвязались в борьбе со грехом. И да, темой для размышления сегодня, да, будет изречение следующей формулировки. Вплоть слаба, говорим мы себе всякий раз, когда она нас побеждает. А на сегодня закончим, а завтра поговорим о замечательном нашем почти современнике, преподобном Иустине Поповиче. Но это завтра. Храни вас Господь. Продолжение следует...